Ну, что касается Навального, ну вообще две фамилии, Навальнов и Жириновский, это, я так понимаю, два столба, которые сейчас будут муссироваться очень долго. Честно говоря, никогда не считал чужие деньги, поэтому откуда финансируется Навальный, мы не узнаем до конца никогда в жизни. Этим заниматься должны компетентные органы, если он нарушает законодательство, должны снять с выборов, ежели нет. Вообще то, что говорит Жириновский, сразу высекает сомнение, не заказано ли это, или может быть это какая-то самопопуляризация. Не знаю, точно не знаю, поэтому я не очень верю в то, что наша оппозиция искренне действует. Что-то в последнее время как-то складывается какая-то коммерческая, может быть, это опять-таки игра власть придержащих, а может быть так оно и есть, но дыма же без огня-то не бывает, рельсы-то, конечно, там у них у всех не совсем побритые. Поэтому, если уж говорить откровенно, то я не очень понимаю, откуда финансируется Навальный, но давайте еще узнаем, откуда финансируется Жириновский. Я думаю, там тоже масса интересных. И если вдруг Жириновский станет баллотироваться на пост мэра Москвы, я думаю, что на его Яндекс кошелек тоже будут приходить какие-то деньги. Он будет говорить, правда, что они тоже с двухглавым орлом, с обратной стороны монеты, но и еще много-много точек, которые возникают в данном вопросе. Продолжение следует...